здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать мастер-класс по изготовлению вот такого красивого ободочка этот ободочек у меня сейчас с принцессой но мы с вами сделаем с красивым бантом принцесски как бы уже у меня нет поэтому мы сделаем красивый бант вот такое красивое оформление самого ободка вот он так красиво смотрится вот такая красота и сейчас я покажу как я его изготавливаю и так что нам для него понадобится для изготовления нашего ободочка нам понадобится для самого бантика смотрите я уже соединила мне вот такая есть органза с атласным краем 4 сантиметровая и непосредственно сама атласная лента 5 сантиметровая в длину 24 сантиметра нам таких отрезочков понадобится вот две штуки еще один нам понадобится просто атласная лента тоже на 5 но в длину чуть меньше 21 такой один отрезок 2 отрезочка ленты 5 на 10 2 отрезка таких бусин я беру такие по джемчуг 10 миллиметровая можно 10 можно 8 можно 12 он и чтобы они красиво смотрелись размер уже подбирайте сами для оформления хвостиков нам понадобится еще такая стразовая шина скорее всего я буду использовать такая на нитках непосредственно сама органза органза у меня двух вот она два сантиметра сколько ее понадобится смотрите у каждого будет индивидуальной зависимости от количества бусин на одну бусину и на одну складочку идет 3 сантиметра то есть если бусина 10 миллиметровая то у вас даже даже может чуть чуть больше то есть рассчитывайте на три три с половиной сантиметра на каждую бусину то есть я нашего ее непосредственно на ленте вот я уже сейчас уже покажу конечно я вот уже начала нашивать ленту я вот она у меня идет непосредственно мне это не отрывается от рулона то есть количество бусин уже количество бусин регулируйте сами по длине ободка ну и соответственно длина органзы то же самое и ниточка с иголкой как вы видите для самого серединке бантика я сделал вот такую стразовую серединку то есть раза но сразу у меня вот в цапах можно без цапа и вот так я стразовой цепочкой уже прикрепила я их приклеила мы их вырежем если понадобится посмотрим по ширине может нам еще один свой но я думаю что этого будет вполне достаточно ну и соответственно сам ободок вот такой ободок он у меня идет 9 миллиметровый но можно сантиметровый и уже он у меня в атласе если лучше брать именно на ткани потому что нам надо приклеивать на просто пластиковый ободок не очень будет тяжело тогда надо как будут заворачивать неудобно скажу сразу вот такой либо оберните его сразу какой-нибудь лентой но у меня уже вот он фабрично такой в атласе прошиты вот тут можно даже видеть видите я уже такие покупаю сразу готовы так и нам еще понадобится вот такая же фитровая основа я уже покажу сейчас не такой это 4 сантиметровая тканам понадобится вот тоже синенькая вот такая синяя фитрого еще одна основа ну и в принципе все приступаем к изготовлении нашего банта на ободочки для начала ли сделаем сам бант соединяю края ленты определяю серединку и наживлю ее булавочкой теперь соединю с обратной стороны с небольшим таким накладным зазором ровняйте ленту и с обратной стороны поехала орган заностка и живая ткань и соответственно и вторую так готова уже самое мытьем со второй заготовочкой и с нашим чисто атласным тоже отрезком так я приготовила заготовочки а теперь смотрите мои вот заготовочки вот так поставим а сверху у нас будет вот такой бантик то есть можем и теперь еще раз закрепить и вот так мы их прошьем уже все вместе и вот так мы их прошиваем вот готов прошиты наш бантик теперь мы его затягиваем и все выравниваем красиво было сильно не затягиваем оставляем расстояние около полтора сантиметра потом мы все расправим можно прошить еще раз через весь наш бантик и фиксируем ниточку все расправим зафиксируем будет наш бантик готов все готов наш бантик потом еще мы под расправим как-то будем подклеивать как отложим теперь нам нужны вот такие заготовочки смотрите я делаю так в три раза складывая можно их сразу кстати обрезать соединяю лицом друг другу либо вот так сейчас она мне там скручивается в ту сторону соединим или изнаночкой и уголочку так отрезаю чтобы был ровный а теперь мы соединили так в три раза раз немножечко так и оплавляем один хвостик у нас готов то же самое мы делаем теперь со вторым хвостиком у нас складочки одинаковые были и готова края тоже оплавляем подклеим мы их потом можно под сам бантик можно принципе и вот под вот этот бантик я так умею закроет бантик красивой я их под низ подклеить потом впоследствии вот так вот красиво бантик смотрится так теперь мы все таки сделаем нашу нет мы доделаем наш бантик и приклеим его уже сразу на ободок так возьмем фетровую основу такая надрежу и и уважаю непосредственно наш ободочек то есть где-то вот так будет у меня так сбоку бантик сейчас я ее прикреплю аккуратненько она у нас уже никуда не ездила пока отложим в сторонку теперь нам надо еще один отрезочек 10 на 5 для того чтобы сделать воздушную трубочку я ее складываю в 4 еще раз и вот края я оплавляю и с другой стороны есть так трубочку сразу прикрепляем и выводим на обратную сторону с одной стороны смотрим что было ровненько поправляем и теперь с другой стороны и и и так теперь нам нужно прикрепить так наши кончики можно это же так скрепить сразу между собой чтобы они красиво смотрели сразу и вот теперь мы здесь соответственно можем их так прикрепить готова теперь мы креп прикреплен так смотрите на бантик мы немножечко сделаем вот так вниз тут не переживайте у нас будет наша органза либо мы можем немножечко конечно подрезать вот таким образом я немножечко подрежу и с другой стороны чтобы лучше смотрелось там дальше будет бусины с органзой так что не переживайте потом все расправляем ну и теперь наша красивая серединочка так хорошенечко подождали так и теперь начинаем оплетать нашим водок бусинками я уже вам вначале показывал как я плита и значит смотрите девочки с чего я начинаю я делаю складочку маленькую складочку сантиметр на сантиметр вот это вернее ну так высота то есть два сантиметра взяли сложили и прошили и ну вернее нанизали в самом низу потом идет бусинка как дальше идут бусинки вот смотрите я вам сейчас показываю подтяну то есть вот вас первоначальная складочка теперь мы я нанизала бусинку большую сразу я спущу а теперь смотрите у меня вот расстояние я делаю сантиметр на бусинку даю зазор и два два с половиной тому как у вас получается я в среднем 2 провожу нет иголочку чтобы сделать складочку раз и подтянул у меня складочка и вот у меня выведена бусинку ведь и ниточка на складочку сразу вот я ее все потяну будет складочка еще раз смотрите бусинка вот у меня уже готовая складочка как бы есть я делаю расстояние на уберу бусинку вот бусинка и под низом на складочку около двух сантиметров смотрите вот я сейчас прошила не буду затягивать вот так у меня получается если чуть больше чуть меньше ничего страшного но красивая это хенд мои девочки никогда у вас не будет штамповано как ровно одинаково и все будет красивой так но если видите чуть больше захватили ну ничего страшного но красиво это же ручная работа еще раз бусинка очень красиво и просто так оплести ободок то есть сантиметр на бусинку два сантиметра вывели и вот и вот так мы прошиваем то необходимую длину который нам нужно для плетения ободочка то есть вот так полностью нам нужно прошить ну или давайте вот с краешка буду показывать сейчас она конечно вот играет не ложится вот так вот мне еще сколько надо прошить но и тут еще вот это кстати может тут их не так тоже даже больше то есть буду уже прошивать большое расстояние сейчас я это все прошиваю и если принципе непонятно я сейчас прошью прикреплю большую сторону и покажу как само начало нанизывать маленькую сторону то есть начало саму вот я прошила уже одну и сейчас вам хочу показать все таки начала смотрите я делаю вот такой небольшой складочку то есть взяла квадратик два сантиметра сложил его два сантиметра и вот тут я чуть-чуть его прошила то есть вот так на два раза прошила все вот у меня начало теперь опять бусинка расстояние на бусинку даю сантиметр и под низом вывожу наверх два сантиметра вот сейчас я еще одну прошу так вам будет нагляднее на бусинку сантиметр и под низом два сантиметра вот получается видите так прошивается и когда мы его подтягиваем у нас уже получилась складочка вот уже видеть эти складочки и еще одну то есть вот 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 мы так и под затянули у нас уже получилось а теперь я прошиваю еще мне тут маленькое расстояние и и будем проклеивать так вот я прошила необходимое мне количество а теперь смотрите закрепляем точно так же вот у нас уже как бы прошита складочка я ее подтянули хорошенечко держим эту складочку на захватываю 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 . и закрепляем хорошенечко закрепили все теперь мы тут отрезаем ниточку и отрезаем на небольшом расстоянии вот нашу ленту и оплавили все теперь мы их будем клеить для того чтобы его ровненько и аккуратно подклеить я вот так переворачиваю обратной стороной то есть бусинки у меня с другой стороны подровняла и вот наношу клей вот в самом начале вот так немножко на бусинке нанесла клей и аккуратненько вот это начало я вот уже подклеила подровняла и вот эту складочку можно подклеить под низ сейчас я все подровняю и тянут рожки и немножко играет поэтому вот так подровняли нанесли клей и его так раз и закатили и вот так его проще всего подклеивать видите если вдруг там что-то надо подклеить потом просто сверху аккуратненько подклеила ждите пусть он подсыхает паутиночки и вот так аккуратненько мы все проклеиваем полностью по длине самого ободка и вот такой красивый ободок смотрите у нас с вами получился вот такие бусинки скажу бусинки его утяжеляют конечно но очень красиво даже вот так сделать один бардов без бантика с бусинками будет тоже очень нарядно и красиво такая красота я кстати вам вначале видео обговорила что можно вот здесь еще украсить вот такой с разовой цепочкой ну я думаю что вот она как-то уже не смотрится вот такая красота смотрите у нас получилось спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и до новых встреч до свидания и